Так, ну все. Я сегодня видео встречу собрала очень спонтанно. Мне кажется, что у нас большое количество новых партнеров, которые включились активно в работу. И поэтому хочется рассказывать о компании, как ее презентовать с точки зрения интереса у других партнеров. То есть как ее, как ценность сотрудничества с компанией доносить так, чтобы было интересно вашим потенциальным партнерам. Наверное, меня многие, кто еще посмотрит запись, не знают. Меня зовут Ольга. В компании я довольно давно, уже в статусе мастер-продаж с конца 2020 года. Но, тем не менее, работаю в том ритме, в котором могу, потому что у меня трое мелких детей. И стараюсь, сколько могу времени, столько уделяю своему развитию. Много чего пробовала в онлайн-предпринимательстве. Много чем могу поделиться и подсказать. Но, тем не менее, выбор фундаментальный и серьезный. Это компания Атоми, потому что именно здесь есть те условия, которые мне очень откликаются. Это возможность работать в то время, когда мне удобно. Возможность работать в том формате, когда мне удобно. Это может быть просто работать через телефон, чем чаще всего я пользуюсь. В промежутках, когда дети позволяют работать. Ну и, соответственно, это та компания, которая действительно просто очень сфокусирована на своих партнерах. Здесь условия, которые предполагают комфортную работу. Чтобы было более понятно, я прямо по пунктам пройдусь. Сегодня я расскажу о преимуществах компании Атоми и о первых шагах новых партнеров. Не люблю слово «новички». Мне кажется, оно какое-то такое. Не знаю. Не очень, в общем, не по вкусу. Что делать новому партнеру, в какую сторону вообще двигаться и с каким настроем все это делать. Компания Атоми – это не просто сетевая компания. В первую очередь мы это должны доносить также нашим потенциальным партнерам, нашим клиентам, которые присоединяются. Атоми, если проще сказать, это маркетплейс. Сейчас абсолютно у всех на слуху то, что маркетплейсы, обучение – это выходе зарабатывать на маркетплейсы, покупая на маркетплейсы. То есть это то, что сейчас очень становится понятным многим и многим людям, которые раньше отрицали все эти интернет-покупки. Сейчас, мне кажется, каждый второй уже хоть что-то покупал на Валберсе, на Озоне и так далее. Так вот Атоми – это, в принципе, тот же маркетплейс, который позволяет зарабатывать не продавцам на этой площадке, а именно покупателям. Многие производители хотят попасть сюда и выставлять здесь свои товары. Атоми – не компания-производитель. Атоми выполняет функцию именно распределительного центра. Но не просто, что вот там кто хотите – заходите. Нет, Атоми выбирает продукт, который производитель готов поставлять, исходя из принципа абсолютное качество, абсолютная цена. То есть главный параметр продукции, который есть на данной площадке – это качество. Это качество, которое может себе позволить любой человек, в принципе. У нас ценовой ряд, вы видите, какой у нас есть на разный кошелек, на разный вкус продукция. Но, тем не менее, объединяет эту продукцию одно качество, очень серьезное. Рынок перенасыщен всяким барахлом, скажем так, да. А что-то качественное купить сейчас – это прямо, мне кажется, большая удача. Возвращаемость в интернет-магазин Атоми 90% именно за счет качества. Поэтому компания ищет производителя в той или иной точке мира, который готов свое сырье отдать по абсолютной цене, удобной всем, да, и производителю, и Атоми, и конечному потребителю. Это сырье компания либо инвестирует свои средства в производство, да, конечного продукта, либо забирает сырье и на своих уже технических линиях, как правило, Атоми сотрудничает с двумя крупнейшими заводами – это Кайри и Хомар Биэйнэйч. Они оба находятся в Корее. Соответственно, уже по технологии компании на производственных линиях этих заводов продукт получает тот конечный вид, который мы с вами видим у себя на полочках, в шкафчиках и так далее. Поэтому, когда компания заходит в какую-либо страну и находит там производителя, тем самым повышается, ну, в конечном результате экономика страны в целом, да, потому что одному производителю там или нескольким производителям помогли вырасти до масштабов, когда он может через распределительную площадку Атоми свою продукцию просто по всему миру распространять. Соответственно, Атоми нашла такого поставщика, проинвестировала средства в его развитие, из этого сырья изготовила конечный продукт, и этот конечный продукт любой человек со своего дивана может, как в обычном интернет-магазине, взять и заказать, да. То есть это распределительный центр Атоми не производит, Атоми именно помогает производить и распространяет по своим точкам. И сейчас эта компания для большинства стран, но только в Корее, наверное, ее знают уже очень хорошо, потому что это родина Атоми. Компания вышла вообще, ну, как бы заявила о себе в 2009 году, и огромное количество населения в мире вообще впервые слышит. Нам с вами это на руку, потому как это и новизна, и одновременно уже идет повышенный интерес. Всего сейчас получается, ну, если посмотреть по цифре, сколько зарегистрировано партнеров, это получается менее 10% населения всего земного шара. У нас с вами просто огромный потенциал для развития. При этом компания нам дает ID международного уровня. Кто когда-либо сталкивался с компаниями, которые работают по принципу сетевого маркетинга, многие знают, что бывает либо ID ограничено только территорией гражданства человека, либо ID ограничено только территорией России, либо только там 2-3 страны, в которых ты можешь, условно, там Россия, Казахстан, да, оно еще какие-то дружественные страны. Атоми дает возможность работать по всему миру, в тех странах, куда компания уже зашла, их там порядка 30 у нас сейчас получается. И столько же, наверное, я могу здесь в цифрах ошибаться, потому что, вот честно, уже немножечко даже потеряла счет масштаба развития компании. Тем не менее, еще огромное количество стран на фрикстарте. Мы с вами можем работать со всеми этими странами. Те страны, которые на предстарте, что это значит? Что мы можем регистрировать оттуда людей. Эти люди могут совершать покупки. У них будут копиться личные баллы. У них, если они выполняют определенные условия страны, да, то есть там кого-то МНН нужно, у кого-то нужно дополнительные какие-то документы прикрепить к личному кабинету, для того, чтобы копились баллы за покупки других людей. Единственное, что пока невозможно в стране, на которой на предстарте, это выплаты вознаграждений. Таким образом, люди... Вот я сама пришла в компанию в 2018 году, когда ее не было в России. Я пришла на предстарт. Мне было интересно стать одним из первых партнеров, одним из первых лидеров, да, вести за собой большую структуру. Соответственно, с таким же посылом можно заходить к гражданам, которые проживают в странах, куда компания еще не зашла. Они могут быть первыми. Они могут к открытию официальному атоме в своей стране подойти, а, с выстроенной структурой, б, с своим хорошим накоплением баллов на личном аккаунте. Соответственно, они могут с первых вообще дней работы компании официально в своей стране начать зарабатывать деньги. У них уже все будет для этого подготовлено. Сейчас, кстати, насколько я знаю, по-моему, в октябре открывается Узбекистан. У кого есть, может быть, знакомые, незнакомые, знакомые знакомых, можно смело заходить. Узбекистан 100% уже открывается. Так, что, какое преимущество у нас есть, в отличие от многих компаний, которые работают по принципу сетевого маркетинга? А, это бесплатная регистрация. Б, это отсутствие каких-либо стартовых наборов и ежемесячных закупок. У нас нет каталожных периодов. То есть это интернет-магазин. Сюда человек приходит тогда, когда ему это надо. Здесь нет руководства и начальства, а тем более там каких-то лидеров, я их называю, террористов, которые будут стоять над тобой и закрывать с тобой этот каталожный период. А, там, Маня, всё, у нас закрытие месяца, давай срочно проведи там заказ на столько-то период. Такие моменты могут быть у вас, когда вы сами со своими партнерами, которые готовы вам помочь. Как бы, ну, подойдёте к этому, да, если кому-то нужно будет закрыть определённую там квалификацию, определённый период, да, договориться. Но за 4 года работы в Атоме со мной ещё ни разу не случалось такого, чтобы ко мне пришёл какой-то вышестоящий наставник и сказал, так, всё, сегодня ты должна купить на 10 тысяч пиви, иначе всё, обида, я с тобой больше не дружу. Такого не бывает, но такое есть, к сожалению, в компаниях, где очень важно закрыть каталожный период. Так, у нас нет обязательств по закупкам. Никто не заставляет, есть, конечно, опять-таки, есть в структурах, я знаю, что такие лидеры, которые старые советской закалки, и они сразу, там, типа, я с тобой работать не буду, если ты не прокупишься на 300 тысяч пиви. Но лично я считаю, что люди в сетевой бизнес, мало кто приходит тратить деньги, сюда люди идут зарабатывать. Поэтому задача моя, в первую очередь, научить и помочь вам не тратить здесь деньги, а зарабатывать самим, ну и плюс обучить этому людей, которые будут приходить к вам. Я не знаю, лично я пришла в Атоме зарабатывать. Тратить можно и нужно с удовольствием. И, соответственно, дальше расскажу еще, как я рекомендую начинать свою работу здесь с первых шагов. Так, нет продаж. Бизнес у нас с вами без вложений. Я нашла презентацию, которая готовилась некоторое время назад, наверное, где-то год назад, поэтому смотрю, чтобы не упустить что-то. Да, бизнес у нас без вложений. Нет у нас ограничений по действию нашего ID. У нас бизнес международного уровня. Кто стесняется сказать, что он партнер корейской компании Атоме, вообще отбросите все эти стеснения. Вы сразу пришли работать в компании. Ну, кто знает, да, что у нас бизнес в стране делится на микро, на малый, на средний, на крупный и на международный. И, соответственно, вы сразу приходите, как полноценные, потом и заключается договор, да, когда вы проходите верификацию, когда вы уже официальным партнером становитесь, вы часть международного глобального бизнеса. Это, ну, вообще-то, в такую компанию, как правило, на земле проходит отбор, причем такой, ну, нехилый, да. Так вот, здесь бинарная система, мы строим всего две ветки. Все, что вы достигнете в компании Атоме, все ваши личные накопления по PV, которые, кстати, никогда не сгорают, все ваши достижения в плане уровней мастерства, это все передается официально по наследству до третьего поколения. То есть, вот, что вы здесь выстраиваете, оно пойдет детям и еще и их детям. То есть, это, условно, там, хобби, бизнес, да, который может, вообще-то, обеспечить будущее не только вам, но и еще и детям, и внукам. Так, у нас бесплатное обучение. Когда мы заходим на официальный сайт Атоме, там есть раздел обучения, там есть лекции от председателя компании Пак Хэмгиль. Это человек просто невероятно энергетически мощный, очень такой, знаете, с серьезными принципами, установками, очень умный. И вот его лекции я рекомендую послушать каждому, хотя бы в фоновом режиме, когда вы что-то там делаете. Они довольно продолжительные, часовые, но, тем не менее, послушать этот раздел, это дорогого стоит. Потому что у этого человека есть чему учиться, он создал просто невероятную империю. Я когда была на открытии официальном Атоме в Москве в 19-м году, он там был, присутствовал лично, держались за руку. И он рассказывал, конечно, просто невероятную историю. Он создал компанию, вот у меня прям врезалось просто в память. Не знаю, кому-то, может, не очень понравится это высказывание, но мне одно откликнулось. Его задача была создать компанию для нищих, чтобы они перестали быть такими. Ну и, собственно говоря, мне откликаются. Платить за начало работы не надо, покупать каждый месяц не надо, инструменты и есть, товар тот, за который не стыдно, логистика налажена, возвраты пожалуйста, система поддержки есть, система поддержки там в плане работы с товаром, когда он едет со склада до конечного потребителя, все это есть, все, только приходи и работай. Вот только время твое, твое желание, твои амбиции, все, пожалуйста. Ты можешь выйти, что самое главное, здесь можно выйти на реально пассивный источник дохода. Вот если вначале поднажать, если сделать грамотно все, то потом, каждый вторник, вот эти заветные смс, которые я просто обожаю, они будут приходить и каждый раз напоминать вам о том, что вы, блин, вообще-то выбрали когда-то правильное место, сделали выбор, может быть, один из немногих в жизни, потому что мы очень часто выбираем что-то не то, правильное. Так, я вообще люблю пофилософствовать, поэтому вы меня тормозите, если что. Так, поддержка у нас есть, да, у нас поддержка довольно отвечает оперативно, способна решить практически любой вопрос. Есть поддержка через бот в Telegram, где через кнопочку «Дождаться ответа оператора» можно реально пообщаться с человеком, если вам нужно свою какую-то ситуацию, да, говорить. И есть также система поддержки через WhatsApp. «Горячая линия» сейчас не работает, все вот через мессенджер. Я считаю, что это довольно удобно. У нас есть, помимо доступа к сайту нашей страны, у нас есть доступ к сайту Кореи, где ассортимент в разы выше, там своя система заказов. Это индивидуально, у кого есть вопросы, можете задавать в чате, тоже там найдем организаторов, проработаем некоторые моменты. Также у нас есть доступ к Atomy Global, это сайт международный, с него тоже можно делать заказы. Мой личный совет, бесплатный, бесплатных советов никто не любит, поэтому готовьте деньги, да. Личный совет, ориентируйтесь пока сами и ориентируйте своих покупателей и партнеров на сайт России. Здесь все отлажено, здесь нет никаких проблем с оплатой, никто не затормозит покупку ни на какой таможне. Здесь заказ приезжает быстро, он приезжает с возможностью, если что, если вдруг там где-то что-то повредилось, хотя у меня ни разу еще не повреждено, ничего не повреждало, с возможностью вернуть, решить проблему, уладить быстро, урегулировать какие-то вопросы. Все это намного сложнее, когда заказ идет через какого-то там пятого-десятого человека, да. Вы нервничаете вы, нервничают клиенты, и все это немножко отображается на репутации, да, потому что сейчас люди не любят ждать. Люди хотят, вот-вот, вот, есть желание купить, все, хочу, чтобы завтра это было у меня. Ориентируйтесь, у нас, я вот еще, например, из ста, там, из десяти позиций еще и половину даже не перепробовала, поэтому говорить, что у нас очень скудный ассортимент, это прежде всего нужно вот у себя в голове исправить. У нас есть все для того, чтобы понять, что эта продукция классная, у нас есть разные категории продукции на любой вкус, поэтому ознакомьте в первую очередь покупателей и партнеров именно с ней. Постепенно, у нас вообще должно было быть еще в июле, по-моему, десять, что ли, новых позиций, там и БАДы, и косметика, но вот с БАДами все после февраля стало намного сложнее, скажем, что ли. Сначала там сертификация вообще была приторможена, приостановлена, но, как говорит директор по маркетингу, что она идет и что те позиции, которые были заявлены на 22-й год, они все будут добавлены, поэтому мы с вами ждем и работаем с тем, что есть. Поверьте, то, что сейчас на сайте 110 единиц продукции, и что там есть, например, витамин С, спирулина, порошок, пасты зубные в постоянном наличии, это супер. Мы, когда начинали работать, у нас было, по-моему, 70 единиц, из этого большая часть это наборы, разбитые по одному наименованию, да, по одному артику, и на спирулину в очередь люди вставали, мы ждали ее по два, по три месяца, сейчас уже это вообще можно сказать, что все работает как часики, и если чего-то нет, то оно, как правило, приезжает довольно быстро. Так, я не буду сейчас уходить глубоко в маркетинг, да, я назвала преимущества, которые у нас с вами есть. Помимо всего прочего, может быть, сейчас это особенно новым партнерам, это кажется не сильно интересным, но у нас в Атоме есть возможность двигаться по датам заказов. Что это значит? Когда вы делаете заказ, может быть, обращали на это внимание, есть возможность выбрать дату сегодняшнюю, дату предыдущего дня и дату следующего дня. Это офигенная просто возможность технически регулировать товарооборот и упускать как можно меньше PV. Что это значит? Например, я знаю, что у меня вчера в меньшей ветке прошло условно 290 тысяч PV, да, а сегодня я вижу, что у меня прошел заказ еще на 150 тысяч PV. Я могу либо кого-то из своих партнеров или покупателей попросить, кто будет делать заказ, либо самостоятельно зайти во вчера, добить там эти 10 тысяч PV в меньшей ветке, купить шампунь, например, там себе, да, и там зубной пасты, и все. И у меня будет 300 тысяч PV закрыто во вчерашнем числе. И вот эти сегодняшние 150, они пойдут уже на новый степ, они не сгорят. Если бы я это не сделала, не отследила, соответственно, у меня закрылся бы степ сегодня и 140 тысяч PV в сегодняшнем дне, у меня бы просто сгорели. Потому что, если вы смотрели маркетинг-план, вы знаете, мы получаем вознаграждение тогда, когда у нас в левой и в правой ветке накапливается по 300 тысяч PV. Схлопывается бинарный шаг, мы получаем комиссию за это, а все, что сверху, 300 тысяч PV в групповом товарообороте, у нас сгорает, и мы начинаем новый день с нового начисления. И вот эта возможность регулировать, уходить из даты в дату, она очень крутая. Когда будете видеть уже побольше свои веточки, да, левую, правую, когда вы увидите, какой там проходит товарооборот, вы поймете эту фишку, насколько она просто классная. Вот прям, я не знаю, я нигде еще такого не встречала. Мне всегда вспоминается мой пример, я вообще работаю в банке, работала, надеюсь, никогда туда не вернусь. Однажды меня лишили премии за то, что, в общем, нам надо было сделать 30 пластиковых карт в месяц, и одну карту я там не допровела. Ладно, блин, ну просто вот и то я сделала 31, но получилась, короче, одна карта с косяком, и мне ее не засчитали, меня лишили, естественно, премии и так далее. То есть все мои старания коту под хвост. Здесь же нет, здесь есть временная возможность, когда ты можешь сама подредактировать товарооборот, сам-самой, как хотите, и, соответственно, не упускать то, за что нам компания платит. Скажите мне, вот сейчас у кого-то есть вопросы, можете задавать. Дальше я уже буду двигаться, с чего лучше начинать сейчас новым партнером гостей развиваться. Люди, люди, вы тут, есть у кого-то вопросы? У меня вопросы, да, может, новенькие кто-нибудь задаст. Настя, Сергей, понятно вам все? Так вот, как бы я рекомендовала, вот если бы я сейчас, если бы мне сейчас начинать все, например, условно с чистого листа, я бы воспользовалась теми рекомендациями, которые у нас есть, сейчас, которым мы делимся в чате, это касается непосредственно построения структуры и своего личного кабинета. Во-первых, что нужно сделать тем, кто вдруг еще этого не сделал, и кто пришел сюда зарабатывать. В первую очередь мы вносим ИНН в свой личный кабинет. Без ИНН групповые баллы не копятся. Это очень обидно, когда вы пришли работать, условно там что-то сейчас пошло не так, вы там забили, забыли, настроение не то, ИНН не внесли, заказ не сделали с личного кабинета, потом через полгода смотрите, а под вами структура выстроилась наполовину. Там заказы проходят, ну, проходят мимо вас, просто потому, что вы не внесли ИНН и не активировали свой личный кабинет. Когда мы говорим о бизнесе, ИНН дает возможность копить групповые баллы, и покупка с личного кабинета на 10 тысяч PV минимум, как условия маркетинга, дает право копить групповые баллы. Допустим, вы сейчас не готовы приступить к работе, но если вы выполните эти два условия, над вами активно есть спонсор, который работает и регистрирует людей, то они будут попадать в том числе и под вас, в одну вашу ветку, как правило, в левую, и баллы за покупки этих людей будут копиться. Таким образом, когда вы очнетесь, когда вы поймете, что вообще-то это интересно, и я тоже могу здесь зарабатывать, то ваш бизнес наполовину уже будет выстроен. Ваша задача заняться своей меньшей веткой, дать ей рост, толчок, да, и, соответственно, вы уже на большое количество шагов будете ближе к получению вознаграждения, чем если бы вот вы не сделали ничего, да, не внесли ИНН, ничего не купили, соответственно, все, что сделано другими людьми для вашего же блага, проходит просто мимо вас. Но отображается у тех, кто это сделал. Поэтому сразу прислушивайтесь и учитесь своих новых партнеров тому же. Все, кто пришел на бизнес, вот прям не отпускайте их, пока не будет, пока вы не убедитесь, что человек внес себе ИНН, и что он сделал покупку со своего личного кабинета, минимум 10 тысяч пиви. Вот прям так и доносите. Если только внес ИНН, но ничего не купил, соответственно, баллы копиться тоже не будут. Этот кабинет считается неактивированным. Это обидно, потому что много было случаев таких, когда ко мне приходили партнеры через полгода, еще через какое-то время, и говорили, «Блин, вот я тогда это не сделала, что же я тебя не послушала». И, короче, начинали все сначала. Приятнее, когда за тебя кто-то что-то делает. При этом я каждого из вас настраиваю на то, чтобы ни от кого ничего не ждать. Все взрослые люди, все пришли сюда даже не работать, а именно строить бизнес. А бизнес любит и откликается только людям, которые умеют сами принимать решения, ни от кого особо ничего не ждут, и которые сами за себя несут ответственность в первую очередь. Таким образом, я настраиваю сразу тех людей, которые приходят ко мне лично работать, в первую очередь на год. Вот кому-то не нравится, может быть, цифра год. Мне она очень нравится, поэтому я буду говорить. на год действий в формате приближения к своей цели. Вы можете прийти сюда с горящими глазами, посидеть, подождать чего-то в чате, послушать, и за это время у меня вообще ничего не произойдет. Если вы сразу сами с собой договоритесь морально, что вот вы год работаете, вникаете, обучаетесь, делаете действия, и если за год ничего не получается, или все, перегораете, не нравится, понимаете, что это не ваше, тогда да. Ну, это ваш путь, который вы прошли и поняли, что это не ваше. Но если вы пришли окрыленные, посидели две недели и решили, что это не ваше, потому что за две недели никто вам ничего не заплатил, мы при этом ничего не делали, ну, тут, наверное, вероятность 99%, что вы уйдете, где-то погуляете, поищете другие компании, а потом придете снова, потому что, ну, потому что это из практики. Очень многие люди так делают и приходят потом снова сюда. То есть в итоге время потеряно, деньги там еще потрачены. Много бывает еще разных ситуаций, да, когда вы, например, начали, пришли сюда в Атоме, начали где-то это показывать в социальных сетях, потом через месяц ушли в другую компанию, начали это показывать в социальных сетях, через месяц встречу компанию в пирамиде, где-то побывали, денег там о своих оставили. В итоге пришли снова в Атоме, а всерьез ваше окружение, которому вы заявляете о том, где вы и что вы, уже вас не воспринимает. Поэтому смотрите сами. Я вот просто рекомендую морально себе дать разрешение на год работы. В спокойном таком режиме. Никого не сравнивайте с собой. После меня люди, которые пришли, есть такие, которые в статусе выше, денег зарабатывают больше. Но я призываю сравнивать себя только с собой во вчерашнем дне. Если вы что-то сделали сегодня, какой-то шаг, который приближает вас к цели, а цель здесь у всех одна, это выход на постоянно растущий, стабильный доход, да? Правильно я понимаю? Если что-то для своей цели вы сделали, все, супер, поставили себе галочку, поблагодарили себя. Если не сделали, значит ставим план на завтра, что вы сделаете. Сравнивать себя с людьми, с которыми вы пришли примерно в одно время и которых получается больше делать лучше, это утопия, которая просто приведет к нервному срыву. Поэтому ориентируйтесь только на себя. Каждый приходит в компанию, работать в своем темпе, это то место, которое дает такую возможность. Дальше. Рекомендую, когда вы внесли ННН, активировали личный кабинет, задуматься над вопросом, как вы можете в ближайшее время сделать на своем личном аккаунте сумму 300 тысяч пиви. Для чего это нужно? Пообъясню очень просто. 1200 получать не так приятно, как 3400 за одну и ту же работу. Немножко кусок из маркетинга, да, основа. Мы с вами получаем доход тогда, когда у нас слева и справа проходит товарооборот по группе 300 тысяч пиви. Если у вас до 300 тысяч пиви на личном аккаунте, ваша комиссия за этот товарооборот составляет примерно 1200 пиви. Если у вас уже есть 300 тысяч на личном аккаунте, то за тот же самый товарооборот, вообще вот за тот же ничего больше делать не надо, вы получаете комиссию уже примерно в три раза. Ну, получается чуть меньше, чем в три сейчас. В среднем приходит где-то 3400 рублей. Согласитесь, что такие деньги уже приятнее за ту же самую работу. Я всегда призываю, у кого есть свободные средства и желания, пожалуйста, не отговариваю, но я призываю 300 тысяч на личном аккаунте сделать за счет других людей. Для вас это наикрутейшая практика предложения своего продукта, отработки возражений, работы с людьми, то есть ваша цель ближайшая, чтобы люди, которые находятся с вами территориально близко, что-то приобретали в компании, вы эти заказы проводите через свой личный кабинет, то есть вы за деньги других людей делаете себе ту планку, которая позволит получать повышенную комиссию. Как этого добиться? Задействуйте максимально много ресурсов, которые у нас есть, тем более бесплатные. Пропишите в своих мессенджерах, там не, ну, условно, не Оля Алфеева, да, например, или там не Лелечка, не Олечка, не Фиголечка, а Ольга, там, условно, там, корейская косметика от Оли, да, и всегда, где можно заявить о том, чем вы сейчас занимаетесь, делайте это. Мне очень понравилось, опять, в Инстаграме у одной девочки, смотрю, она выкладывала, смотрите, говорит, как я зашла в новый родительский чат. Она там написала, вот сейчас начало года, да, формируются как раз-таки родительские чаты, она заходит и пишет, там, всем здравствуйте, меня зовут, условно, Ольга, приятно познакомиться, я мама такого-то ученика, помимо этого, я предприниматель, через меня можно приобрести средства личной гигиены, шампуни, косметику, нужна будет, там, обращайтесь в личные сообщения, да, то есть человек зашел, не банально там всем привет сказал, а представилась и сразу заявила о себе, и я думаю, что многие на это могут обратить внимание. Точно так же она выходила из чата, и в которой уже не актуальна. Когда вы выходите из чата, можно сказать, что там приятно было со всеми поработать, остались только там классные впечатления, всем спасибо за отзывчивость и так далее, я перехожу там туда-то, туда-то, но вы знаете, что всегда ко мне можно обратиться, если вы захотите приобрести для себя то-то, 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 там, подарю скидку, проконсультирую, все, вышло из чата. Все сообщества, в которых вы состоите, тоже можно там о себе заявлять. Статусы в WhatsApp, везде, где есть сторисы, даже те сети, в которых вы не бываете, например, вот я сейчас одноклассники использую, вообще никогда не в этой сети, не знаю, на меня, не очень мне нравится, но тем не менее, моменты, это называется в одноклассниках, я использую тоже для того, чтобы люди знали, чем я, в принципе, занимаюсь. Я туда погружаю сторки. Отлично, Сергей делится радостью, у него плюс один активный партнер. Сергей так держает, вообще супер, просто поздравляю. Так вот, сторисы свои, вот эти коротенькие видюшки, там, то, что у вас есть сейчас в наличии дома, из продукции, засняли, несколько секунд выложили, у людей на подкорке отображается, чем вы занимаетесь, и если не сегодня и не завтра, то там условно через полгода, через пару месяцев, когда человеку что-то надо будет, он вспомнит про вас, потому что вы у него мелькали, и зачем ему искать кого-то ходить незнакомого, если есть вы. Статусы в WhatsApp, это шикарнейшая бесплатная возможность всем, у кого записан ваш номер телефона, рассказать о том, чем вы занимаетесь. Меня поначалу, я тоже так недавно начала это использовать, не знаю, почему раньше, вообще даже не знала об этом. Спасибо, Аня Крункина, она мочила. Так, что я говорила, поначалу у меня было 8 просмотров, 9, а сейчас доходит иногда и до 30, поэтому я считаю, что это неплохо для тех людей, кто по факту получается наша теплая аудитория. Я стараюсь ежедневно, без пропусков, тоже там что-то транслировать, чтобы люди вот эту взаимосвязь, и когда им надо купить что-то корейское, они будут, значит, это можно сделать у меня. Бесплатные доски объявлений. Раскидывайте те продукты, которые дают как можно больше пиви, чтобы у вас было меньше работы с людьми, с незнакомыми, которые вдруг захотят у вас что-то купить, потому что мы это, как правило, делаем не через продажу здесь сейчас, а через заказ, но при этом, чтобы вы за эту работу получали как можно больше пивишек сразу. У меня всегда на Авито висит Химахим, на Бор Абсолют, на Пор Фейм и Женшень, по-моему. Меня периодически, конечно, пытаются оттуда выгнать с этими БАДами, со службы поддержки приходится пободаться, но тем не менее, как правило, все равно мое объявление остается, и оно там висит. Хлеб не просит, информацию люди получают, кому это нужно. Что еще хорошо работает, особенно, наверное, для девочек это актуально, если вы стоите в каких-то, опять-таки, там мамских чатах, еще каких-то, люди любят собираться в группе. То есть вы можете там написать, что там, девчонки, нашла вообще классный интернет-магазин корейский, кое-что можно купить вместе, например, давайте выкупим упаковку из 10 масок тканевых, соберемся там, 3-4 человека купим. По деньгам всем удобно, люди будут в группе в какой-то, да, и люди, когда они что-то покупают классное и не за большие деньги, они на это идут довольно охотно, соглашаются. Вот таким образом, а, ну и, конечно, для этого нужно куда-то этих людей собрать, да, если то, что идет ваше, исходящие какие-то сообщения на досках объявлений в сообществах городских, там, барахолки купи-продай, вакансии, просто там какие-то болталки, обсуждалки, знакомства, да, это вы просто заявляете о себе, чем вы занимаетесь, что к вам, если что, можно обратиться. Но лучше всего людей объединить в какой-то группе, где вы будете начальник, условно, начальник этой группы, это наш клиентский чат. Все, кто брыкается от клиентских чатов, пересмотрите лучше своей установки, потому что это классный способ, который позволяет людям в вашем поле прогреваться до покупки, а кто-то и до бизнеса прогревает. Вначале туда можно добавить тех людей, кто вас знает, теплая аудитория. Сразу эмоционально подготовьтесь, что люди будут выходить, и это нормально. Вы также выходите из тех групп, которые вам, ну вот, вообще неинтересны, но при этом кто-то останется. Потом, когда у вас приходят новые партнеры к вам, либо заинтересованные покупатели, особенно если вы работаете с сайтом, это холодная аудитория, которая приходит, ее нужно где-то собирать, чтобы люди вас видели, чтобы вы перед ними мелькали на ежедневной основе, чтобы люди могли быстро к вам обратиться, а не вспоминать, ой, кто-то мне там когда-то присылал из атома, а ладно, не буду искать, пойду зарегистрироваться в другом. Клиентский чат доказал на практике, что это очень рабочая схема. Люди могут там либо самостоятельно прогреться на покупку, либо они приходят к вам и задают вопросы. Всегда людей надо где-то объединять в какой-то группе. Сейчас людям очень не хватает внимания, хоть хочется всегда быть принадлежным, да, к чему-то, поэтому собирайте клиентские чаты. Время он много не занимает. Это вечером там информацию подготовили, да, какую-то интересную, утром ее выдали в чат, в течение дня, если он у вас активный, там кто-то задает вопросы, поотвечали на эти вопросы, все, это все, что нужно, но тем не менее, для вас это просто огромное, ну, не огромное, это классный инструмент, теплая аудитория, который вы можете, на которую вы можете рассчитывать. То есть вы не один и люди не одни, это очень важно. Так вот, через все эти инструменты, бесплатные, еще раз замечу, вы выходите на 300 тысяч пиви. Старайтесь территориально, если люди с вами близко, если это шаговая доступность, вы у них принимаете заказ, проводите его через личный кабинет, соответственно, потом даете человеку продукцию. И люди лучше всего идут сюда, в компанию, именно через продукцию. Они заказали, попробовали, им понравилось, и вот потом уже говорить, слушай, здесь вообще-то еще зарабатывать можно. И второй заказ от этого человека вы уже можете принять не через себя, а его зарегистрировать, рассказать ему, как вообще-то тут все работает, и уже его проводить у себя внизу в меньшей ветке. Как я рекомендую строить структуру? То есть первая задача 300 тысяч пиви на личном счете. Вторая задача это дать рост своим веткам. Я рекомендую, хотя прислужу, как бы тут тоже смотрите уже по ситуации, как правило, с левой веткой есть помощь от наставника. Это не, как сказать, это не обязательно. Это работает только в том случае, если над вами активные вышестоящие. Если вышестоящие вам не ставят людей, и вдруг, если эти люди неактивные, это опять-таки не знак вам забить на все и больше здесь не развиваться. Еще я скажу, что все пришли строить бизнес, все люди взрослые, и рассчитывать в первую очередь нужно на себя. Я рекомендую людей, если у вас идет помощь от наставника с левой веткой, значит, в первую очередь развивать свою правую ветку и ставить всех новых партнеров одного под другим вниз по цепочке. Таким образом, вы как наставник выполняете, даете свою помощь всем новым своим партнерам, да, вы всем им, получается, помогаете выстраивать их левую веточку и подбиваете партнеров на то, что вот, смотри, я половину работы за тебя в принципе уже делаю, а правая ветка это твоя. И человеку морально получается удобнее, что его главная задача это выстроить под собой вот такую ветку, да, одну. дальше уже потом, когда вы какое-то время в компании и вы видите, что какая-то ветка начинает тормозить, это может быть как слева, так и справа. Технически мы с вами можем зайти через личный кабинет в свою структуру и ставить человека туда, куда вы посчитаете нужно, и слева, и справа. То есть, вы видите, кто под кем стоит, где кто там, например, тормозит, где кто вырвался вперед, и чтобы товарооборот был примерно одинаковый, и вы как можно чаще получали эти степы, эти бинарные шаги, соответственно, технически компания нам дает возможность видеть и знать, где у нас, кто в каком темпе движется, и это все дело регулировать. Ну, то есть, не переставлять партнеров, да, уже действующих, а новых людей ставить туда, куда вы посчитаете нужным уже в процессе работы. Но, тем не менее, не берите на себя ответственность выстраивать людям две ветки одновременно. Просто с ума сойдете, поверьте, просто вот из личного опыта. Будете и будете не выполнителем ожиданий завышенных со стороны тех людей, будете себя за это там корить, да, к вам будут приходить с вопросами, что же ты мне там пообещала и не сделала. Нет, вы человек дающий, да, подходите ко всем диалогам с позиции дающего человека. Вы пришли чуть раньше в компанию, значит, вы чуть поопытнее. Вы знаете людей, к которым можно выше обратиться, которые могут помочь, да, условно. Вы вникли в это предложение, в возможности, которые дает компания, вы здесь развиваетесь, вы предлагаете человеку либо пользоваться продукцией, либо прийти сюда и зарабатывать. Но при этом вы не несете ни за кого ответственности, вы ни за кого не будете выполнять непосредственно его работу, да, то есть не принимайте там прям на свой счет каких-то бесконечных упреков и ожиданий от других людей. Доброй, пожалуйста. Вот. Значит, регистрируемся, вносим МНН, активируем личный кабинет, следим, чтобы то же самое делали люди, которые к вам приходят, потому что потом опять-таки могут прийти с претензиями, я что-то не сразу не сказал, то есть прям сделать себе пометку, это важный шаг, особенно для тех, кто на бизнес приходит. Работаем над тем, чтобы у нас на своем аккаунте было 300 тысяч пиви, как можно скорее, и начинаем работать со структурой, даем рост своим веткам. Поэтому, как бы, в самом начале, да, подумайте, проанализируйте, у всех у нас есть своя база активов, так называемые. Не обязательно, это должна быть теплая аудитория, кто-то там прям родные и близкие, да, они, кстати, редко когда поддерживают, поэтому это тоже нормально, морально готовьтесь. Любые изменения у нас часто воспринимаются не так, как мы хотим, да, поэтому не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Если вы приняли для себя решение работать в компании Атоме, это ваше решение. Идите и работайте, не обращайте вообще ни на кого внимания. Все чужие мнения это фантомы, всем вообще друг на друга на самом деле все равно. Но кинуть там какашку, да, в человека, когда ты придешь, например, к кому-то близкому и скажешь, слушай, я вообще такую компанию нашел, там все так круто, он тебе скажет, слушай, спустись с небес на землю, иди дальше, пикой колбасой в пятерочке. Никого не хочу принизить, да, но также хочу посоветовать не обращать внимание на чужие мнения. У вас есть вы, у вас есть свои мечты, на которые нужны деньги, и эти деньги у вас есть возможность зарабатывать. Поэтому слушайте только себя, ориентируйтесь на себя и никого больше. Так, что-то я упустила какую-то мысль. А, да, проанализируйте базу активов. У вас, у нас у всех есть люди, с которыми мы когда-то общались. Это могут быть люди, с которыми вы познакомились на каких-либо обучениях. Это могут быть люди, там, из каких-то дети раньше в сарьку один ходили, где-то там переехали, потом чаты там дома, еще что-то, да, с кем-то в командировку ездили, познакомились, с предыдущих мест работы, из колледжев, из институтов, из компаний, с кем досуг проводили, какие-то кружки вместе ходили. Это люди, которые как бы вас-то знают уже, да, и вы их знаете, но при этом эти люди не сидят с вами в соседней квартире, не будут над вами смеяться, там, доставать вас с вопросами выстроим, у меня тоже тут бизнес, да, поэтому посмотрите, у вас у всех такие люди есть, посмотрите, к кому вы можете зайти с предложением, хотя бы просто пользоваться крутым продуктом. Это нужно делать для того, чтобы нарабатывать свой опыт и, соответственно, привлекать сюда людей, потому что нет какого-то сто процентов, там, блин, одного работающего способа, который вам будет вот на лайте, вы ничего не делаете, а к вам приходят активные партнеры, ну, такого не бывает, это бывает, ну, как бы, нет, потом и такое бывает на самом деле, некоторым везет и под ними растет две ветки, они нашли там, не знаю, каким-то чудом пришли к ним два активных партнера справа и слева и вот они включились просто в работу, они тут хреначат, у них все получается, человеку круто, да, есть и такие люди есть, и знаю таких людей, но, тем не менее, это, скорее всего, наверное, какой-то поцелуй удачи, но он ненадолго на самом деле, вы будете получать какое-то время деньги, но когда захочется уже выйти на новый уровень, стать там мастером продаж, либо стать бриллиантовым мастером, а вы не знаете свою структуру, вы не знаете вообще на кого можно положиться, соответственно, вот тут вы поймете, что не так-то и повезло, а наоборот, это было упущенное время за счет, да, вот такой, как бы, мнимой везухи. Так, проанализировали свои активы, и попробуйте найти там, правда, людей, которым откликнутся идеи, которые смогут сюда включиться в эту работу, и это изначально даст такой вот хороший, ускоренный рост вашим веткам. Это то, наверное, на что я хочу обратить внимание в самом начале работы. Еще у нас есть чат, он небольшой, условия нахождения в этом чате это активность. Это не вся моя правая ветка, естественно, здесь собрались только люди, которые готовы быть активными. Поэтому я прошу вопросы не держать в себе, вопросы задаем в чате, кому нужна я, пишите, но тоже лучше через чат, кому нужны ваши непосредственные наставники, спрашивайте. Здесь люди, которые готовы вам помогать. В Атоне только совместный рост, здесь в одиночку довольно сложно. И пользуйтесь знаниями, опытом других людей. Так можно пройти свой путь вообще намного быстрее и как можно меньше при этом набить личных шишек. Поэтому будьте активными, включенными, посещайте мероприятия, если когда-то, да, вот девочки вчера общались в прямом эфире. Я сама, блин, я их знаю тоже уже каждую, ого, сколько времени. Я и то для себя много-много узнала в том числе, да, и о самих девочках, кто они, что они за люди, что там, какие у них ценности. И я увидела, что я могу у них тоже учиться. Поэтому посещайте мероприятия. У нас проводятся онлайн-мероприятия, как правило, по субботам через каждые две недели. Это на ютубе проходит онлайн-семинар. Включились с пиофоном, делайте все, что вы хотите. На подкорке все равно отложите. Смотрите ролики других людей, других структур. У всех можно чему-то учиться. Один и тот же маркетинг, когда мы рассказываем разным языком, да, из разных, короче, вы поняли. Разные люди один и тот же маркетинг, рассказывают по-своему, и всегда можно услышать что-то новое для себя и интересное. Вот, я, пожалуй, на сегодня все. У кого какие вопросы, у кого есть что дополнить, давайте болтать, не болтать, общаться. Олечка, привет. У меня такой вопрос. Расскажи про биржу нанимателей. Как? Что нужно? Нужно уже в ней регистрироваться, в этом нанимателе? Или можно еще подождать? Смотри, я в компании верифицировалась, когда еще обязательно было открытие ИП, поэтому у меня сейчас ИП с системой налогообложения НПД. Я через наниматель не должна быть зарегистрирована, его ввели довольно недавно, намного позже, чем я, например, в компании, но относительно недавно, по-моему, только с конца прошлого года. Что там конкретно делать? Пошаговые инструкции у нас есть. Когда там регистрироваться? Я считаю, что в самом начале регистрироваться как самозанятая, если она у тебя еще не оформлена, и верифицироваться в компании не стоит. Сначала нужно поработать, дать рост своей структуре, и вот когда ты увидишь в личном кабинете уже первые начисления, вот тогда да, это все вообще очень быстро делается, там буквально один-два дня. Самозанятый, если мы оформляем в приложении мой налог, заполняешь договор с компанией, компания тебя верифицирует, ты регистрируешься там уже по-моему уже с оформленной самозанятостью, ты регистрируешься в бирже нанимателей. Вот прям куда там по кнопкам нажимать, тебе не скажу, но инструкции есть. Когда это сделать? Я считаю, что тогда, когда увидишь первую выплату в личном кабинете. В личном кабинете у нас могут копиться деньги, по-моему, без ограничений по сумме, но как правило руководство просит не больше года, если вы вышли на доход, хотя бы не больше года копить эти деньги, чтобы они понимали, кому, когда, сколько они должны будут выплачивать. Сейчас, если у тебя нет договора с компанией, ты все равно партнер, ты имеешь право получать вознаграждение, но просто деньги копятся в личном кабинете на твоем счете внутри. Ну, понятненько. так вроде все пока ясно. Хорошо. Там походу. У меня нет вопросов, все понятно. Может, наведите какие-то спроси. У меня тоже нет вопросов, мне только все понятно. Ну, здорово. Я тогда буду завершать запись, я думаю, что сохранится, надеюсь, еще кто-то посмотрит в удобное для себя время. Всем спасибо за внимание, если вопросы появляются, еще раз призываю активничать в чате, нет глупых вопросов, самый глупый это незаданный, поэтому вообще никакого стеснения, здесь все свои, все пришли с одной целью, все готовы друг другу помогать. Все, всем пока. спасибо. 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 Продолжение следует...